Всем привет! С вами МШ, и мы пилим за вас в бункер с 40-х, начало 40-х годов, находящийся в Гамбурге. Это бомбоубежище было построено в 1940-41-х годах для защиты населения города от бомбардировок. Вмещало в себя 720 человек. Сыграло важную роль в спасении мирного населения во время июльских кобровых бомбардировок Гамбурга 1943 года. Особенно в ночь с 27 на 28 июля, когда в результате сброса огромного количества зажигательных и фугасных бомб город оказался во власти огненного смерча. При этом в районе расположения бомбоубежища было сплошное море огня высотой от 30 до 50 метров. В 1959-1962 годах бомбоубежище было перестроено с учетом реалий холодной войны и возможной ядерной бомбардировки. Численность укрываемых людей при этом уменьшилась до 450 человек. За счет уменьшения количества укрываемых людей появилась возможность увеличить автономность бункера. Например, емкости для топлива позволяли обеспечить энергонезависимость объекта до одного месяца. Бомбоубежище имеет цилиндрическую форму. Его внешняя стена имеет толщину 2 метра, верхнее перекрытие — 1,5 метра. Объект имеет три подземных этажа, на которых располагаются живые технические помещения, а также два входа и различные воздухозаборы и выпуски. В настоящее время это место закрыто. В нем проводятся экскурсии по предварительной записи, но мы обошлись без нее и сами себя проэкскурсировали. И что мы увидели, вы узнаете в этом ролике. Погнали! Чтобы нам попасть в этот бункер, пришлось немножечко поработать, но это того стоило. Углубимся внутрь. Тику я где-то посеял, поэтому нынче похожу с несколько таким более великим, но более интересным энергайзеровским фонариком. Короче, погнали! Вроде три сотни люменов светить должен норм. Итак, решетка — все фигня. Первым делом мы встречаем вот такую вот большую герму. Герма прям не... Совсем... Она вращается, открывается, закрывается. Соответственно, вот, пожалуйста, ее штурвалы. О! Оп! Так. Так что все работает, все замечательно. Ну, в общем, это понятно, это все шлюз. Я просто буду периодически выключать фонарик, чтобы не светить в камеру. Здесь все уплотняется, и эта дверь должна была служить, как обычно, для защиты гражданских, которые бы здесь укрывались. Так, сейчас только разберусь с режимами. Это непонятно. Так, это рассеянный сильный, рассеянный слабый. И пучком сильный, пучком слабый. А, ну ок, все. Тогда, чтобы GoPro не засветить, будем пользоваться рассеянным, либо сильным, либо слабым. Погнали! Я так понимаю, что здесь, видимо, кто-то связанный, а, ну это, видимо, современное что-то, с бункером, с сохранной бункера сидел. Даже не с охранной, а, как это сказать правильно, в общем, оперативный дежурный. И это вообще шлюзовая. То есть сделан такой коридор трапециевидный. И, соответственно, даже если взрывная волна прошибает, она начинает делиться, биться и ослабляться. Второй гермозатвор. И мы из шлюза попадаем уже непосредственно в сам бункер. Не все немецкие надписи, к сожалению, я понимаю, но, собственно, можно, в принципе, зайти, посмотреть, что к чему. Здесь, похоже, как будто была какая-то то ли бойлерная, то ли еще что-то. Ну, с водой. Так, год 1961. Сам бункер еще построен хоть в начале 40-х, но, как я уже сказал, он впоследствии был переоборудован для укрытия людей от атомных бомбардировок. Соответственно, и дверки такие-то мощные. Ну, поэтому и года здесь более новые. Тем не менее, встречаются довольно-таки интересные архипарты. Вот, например, телефон. Поднимать на всякий случай не буду, потому что что-то мне тут очень все не радует. Я бы так сказал бы. Но, тем не менее, проводка к телефону подсоединена. Я думаю, что на обратном выходе можно будет попробовать, что тут будет. Ноябрь 1962 года. Гласит табличка. Давай-ка сейчас подсвечу. Так, слабенько. Вот, ноябрь 1962 года. Так, тут куча режимов, прям даже непривычно. Так, теперь уходим дальше в губь. Здесь несколько неудобно сделано. Оп, проходим. Сидячие места сидячие. То есть, соответственно, причем они, как видите, на пружинках и откидываются, чтобы не мешать проходу. А так здесь могут сидеть люди. Здесь, скорее всего, находилась, да, либо, да, телефонная станция. Здесь передатчики. О, прям, тоже непонятно какого года, но явно тех 60-х. Можно почти всякие разные города. Мюнхен, Резберлин, Страсбург, отти на Мальмё. Это Швеция. Как раз недавно проезжали мимо нее. Так что, можно покрутить верниер, или как он правильно называется, и послушать, что вещают. А это телефонная, собственно говоря, сама станция. Телефункин. И еще раз телефонный аппарат. Причем, у меня есть такое подозрение, что телефонный аппарат, помимо того, что он имеет внешнюю запитку, еще может запитываться как вручную. То есть, имеет маленький генератор. Ну и звоночек. Такой себе. Более современный телефон. Конечно, выглядит не так няшенько. Скажем так, современный пластик, он какой-то чужой и бездушный, а вот каноничные, или, как я люблю говорить, аутентичные аппараты, это то, что надо. Обратите внимание, все запитано. Неоновые лампы горят. Погаси даже фонарь. Я сейчас даже тебе вот этот погашу. Вот. И на лобничек погашу. Вот. Горит неоновая лампа подсветки, означающая, что питание по секции присутствует. Я так понимаю, что... Ну-ка, сейчас мы светанем-ка послабее. Вот так вот, чтобы не пересветить. Фаза на лампе. Фаза на лампе. Да, то есть, лампы, показывающие фазы. Три фазы. Причем это NETS, я так понимаю, что это сеть NETS. А дизель, это при переводе питания от дизеля, значит, идет запитка уже непосредственно от него. И некоторое количество переключателей. Их трогать не будем. Уходим дальше. Это просто обалденно, что мы попали в это место, потому что, ну, такого сохрана я не видел. Обычно все распилено. Маленькая трамвайная печечка. Но это, я думаю, что более современное для просушки, потому что здесь, так как нету интенсивной вентиляции, нужно подсушивать все. Естественно, укрывающимся товарищам нужно сходить в туалет. И тут есть и дамы, и есть и мужчины. Поэтому херен, мужчины, мужской туалет. Давайте окунемся внутрь. В смысле, не окунемся, а пройдем. Окунаться не надо. Занавесочки все. Туалет из дефекта, туалет из дефекта. А вот в этот, походу, можно ходить, судя по всему. Самый прикол. Я первый раз в жизни занимаюсь тем, что спускаю воду в унитаз. Ну, просто, блин, обычно воды нету, ничего нету. А здесь она есть. Видимо, вентиляция, надо, какой-нибудь обратный клапан. Облюфт-вентиль. Ну, видимо, что-то с воздухом-то связано. И туалетная бумажка тоже присутствует. Ну, вот, вода здесь вообще есть. Ну, слабенько, но есть. Обычно бывает похуже. Так, все, из туалета выходим. То есть, мужской, женский туалет. Мы сейчас были в мужском. Херен. Причем, Херен, я прям, Херен, вспоминая немецкие эти тоннели-проходческие щиты. Херенкнехт. А другое дверь ведет в дамский туалет. Вц. Дамен. 303. Здесь все, в принципе, то же самое. Ну, по идее, должно быть более няшенько. Тут какие-нибудь пони должны быть. Ну, ладно. Дальше находятся такие вот лежаки, где люди могут, собственно, галечь и поспать. Хотя я очень, не очень понимаю, как можно спать во время бомбардировки, но тем не менее. Большое количество различных ящиков. То ли здесь ремонт делали, то ли еще что-то. О, лопата. Ну, вот. Маленькие лопаты. Кстати, прикольно. Вообще, прям вообще просто на ура. Лопаты, это хорошо. Ладно, пойдем пока отсюда. В общем, здесь на данный момент сделан склад. Причем, лежат какие-то реально... О, даже самоспасатель или что это такое? Не знаю. Я говорю, немецкого я не знаю. Кэнцэйшнукстафэн. Газ. Газ, что ли? Газовые баллоны, что ли? Радиоактивно. Блин, что я дозиметры сейчас с собой не взял-то? Ё-моё. С нами товарищ есть, который по-немецки толдыщит. Надо у него будет спросить, что это такое. Вот. Пойдем спросим. Итак, ребята, там мы на самом деле не удивляйтесь, что там где-то люди. Мы здесь находимся в пятером. Трое там фотографируют, но вот мы тут вдвоем ходим, бродим и снимаем. В общем, бункер трехуровневый. Соответственно, мы сейчас идем на средний этаж и посмотрим, что находится на среднем этаже. А пока что спросим нашего товарища, скажи мне, пожалуйста, это лежало на полке, где написано радиоактивно. Как это переводится? Какие-то маркировочные ленты. Все на все. Я тут сейчас уже губу раскатал, что мы сейчас уран тут будем таскать ведрами. Потому что... Тебя, конечно, нельзя назвать бабой, но понимаешь, вот если тебе дать два ведра урана, баба с ведрами урана, это к чему? Видела картинку? Это к обогащению. Что-то она очень боязливо на меня посмотрелась. А теперь давайте вот что сделаем. Тут очень интересный моментик такой. Погасим к чертям все фонари. Клепота. Я не знаю, на GoPro видно что-нибудь. Ну, в общем, все подсвечено такой светящейся вот этой красочкой. И надписи, нанесенные черной краской, очень четенько видны. В общем, даже если погаснет полностью свет, в принципе, можно будет разобраться, где там, что наверх подниматься. Обалденно. Нереальнейшая красота. Теперь покидаем мир красоты и пройдемся немножко по второму этажу. Так. На место потом положить будет. Что у нас на втором этаже? На втором этаже у нас находится кухня. Ну, в общем, здесь готовили еду, хранили провизию и так далее. Соответственно, электроплиты. Так. Сейчас опять покажу. Электроплиты, чайник. Вот в таком чайнике чай завариваюсь к столкам. Это вообще самое то. Вообще отлично. Ну, правда, здесь и на толпу большую это надо все делать. Кухня. И какая-то веселая картинка. Причем, как будто чувак слушает в наушниках, что так, а такая баба поедает. В общем, да. Довольно-таки забавно. Здесь была кухня, здесь готовили провизию, которая хранилась здесь. Как сказал нам наш товарищ, это горох. 1988 год, что ли? Ну, в общем, горох. Что-то не хочется открывать на самом деле. Пойдемте туда, пойдемте. Пойдем обратно, выйдем. И там тупик. Мур. Не столкни Игоря. Игорь, поздоровайся со зрителями. Добрый день. План второго этажа, по которому, ну, я так понимаю, это стрелка, которая говорит о том, где мы находимся. Соответственно, туалет мужской, женский. Кухня. Это помещение, где, ну, в общем, надо пересидеть, там перележать. Зицраум. Так, Лебен Смиттель. Это я сейчас, честно говоря, не помню. Ну, это все, вот видите, тут в основном, как бы все посвящено тому, чтобы люди все-таки пережидали. Ну, вот. И кухонка в том числе. Ну, что, прогуляемся и пойдем на уровень ниже. Обратите внимание вообще на всякие мелочи. Например, вот на подобие вот этого вот насоса. Я так понимаю, что насос этот ручной. И он, черт побери, работает. Ну, я не знаю, конечно, насколько качественно он качает воду, но тем не менее здесь все смазано, все сделано и это не муляжи. Это вот реально как было тогда. Здесь со второго этажа идет, я так понимаю, грузовой выход наружу. То есть, находится такая же дверь. Друг шлюзы. Это давление вроде как. Это, соответственно, шлюз. Ну, то есть, перепадный шлюз. Я даже не знаю, как сказать. Ну, вообще, как бы шлюзование, оно идет, связано с давлением. Уже не раз рассказывал. В бомбоубежище давление намного выше, ну, не намного, оно несколько выше, чем давление воздуха снаружи. И, соответственно, это сделано для того, чтобы через все щели не шел подпор воздуха снаружи, зараженного воздуха. Соответственно, воздух выходит из бомбоубежища. Если человеку, соответственно, нужно выйти, то, чтобы давление не сравнялось, то нужно, соответственно, закрыть одну дверь. Точнее, обе двери человек находится здесь, потом открыть ту дверь, человек выходит, ну, так далее. В общем, это уже все. Я уже сто раз рассказывал. Открывать я не буду дверь, потому что датчик находится. Не хочется, честно говоря, проверять на потужность все. Вот. Но, тем не менее, если взять за рычаг, то можно увидеть, что все ездит, все смазано, все загерметизировано. Пускай лучше будет закрыто. У нас такой сейчас эксперимент проводится. Мы пробуем записать все одним дублем на GoPro. Это довольно-таки, довольно-таки, да, необычно. Потому что я обычно люблю пооговариваться, еще что-нибудь поделать. Но здесь я ничего не оговариваюсь. Так. Давай-ка здесь посмотрим, что у нас. А, ну, здесь у нас все так же телефония, лежанки и, в общем... А, ну, здесь еще есть какое-то хозяйство. Так, сейчас погоди-ка сделаю потише немножко фонарь, чтобы не пересветить. Миллиметров ртутного столба, что ли? Это, видимо, какой-то манометр. А что он измерял, тут сложно понять. Переподдавление. Стэнтофон. Кстати, это может быть как вариант, как селектор. И вызываешь всех. Я помню, однажды я очень затупил, не поняв, что такое селектор. Хотя, блин, у меня же на работе был селектор. Ужас какой. Ну, всякое бывает. Так, что ж, ребята, мы сейчас с вами находимся на втором уровне и теперь почешем на третий уровень. Так. Стоять бояться, блин. Руки практически ничего не держат, блин. Снимает хоть? А, не, вроде нормально. Светит? Светит. Ну, ладно. Так. Вот пока сюда попадали, блин, пипец, у меня уже руки вот так вот на самом деле. Уже как из пятой точки. Сейчас еще фонарь не мешал разбить, но вроде ударопрочный держит. На том спасибо. Так. Heitzeng, Lufting, Wasserford. Я как самый лучший знаток немецкого. Ладно. Значит, по характерному запаху соляры можно понять, что здесь находилось техническое обеспечение. Некоторое количество фотографий сделано, но у нас будут свои фотографии. Но это, я так понимаю, складское помещение этого комплекса. Трогать его не будем. Пускай здесь все находится. Сапоги, сапоги. В общем, да. Нам надо посмотреть несколько другое. Снова телефон. Писунный. Я так понимаю, что здесь записывается давление, может быть, еще какие-то параметры. Ну, в общем, самописца. Установка самописца. Это что такое? Здесь, здесь, я так понимаю, бойлерная. Ну, скорее всего, бойлерная. Давай-ка посмотрим. Вот что он. 92-й год. Здесь 1961-й. Прямо очень свежо выглядит, я бы сказал бы. Все это. Кстати, интересно, если здесь вода потечет, как это будет очень все вращаться. Прямо стекло такое сделано. Класс. Чтобы смотреть, что куда. Ну, в общем, это понятно. Это все связано с водой. Кстати, я чуть не понимаю, трубы медные, что ли? Вообще, как бы, применяются медные трубы, но очень непривычно, да, что они здесь. Котовые. Это, скорее всего, как раз та самая бойлерная. Это здесь котовые, ну, вода грелась, и все было хорошо. Только единственный вопрос, чем она грелась, потому что... Или это просто баки запаса? Вороцбехольтер. Неизвестно. Ну, может быть, скорее всего, с горячей. Здесь уровень воды показывается, по идее. Вот. Вопрос просто в том, куда, если эти баки нагреваются, куда подводится источник энергии. Пойдем дальше. Баков, кстати, такое большое количество довольно... Это, да, уже свежий щит. Это явно не 60-х годов. Сделана какая-то фотография того, как здесь все должно быть. Здесь установка, я думаю, что калориферная установка, то есть здесь наверняка воздух нагревается и уже гонится непосредственно по самому объекту. Соответственно, стоит манометр, который показывает давление в паскалях, то есть подпор воздуха в паскалях. И градусник сейчас 14 градусов, но сейчас, в принципе, все выключено. Задвижечки. Ну, то есть там внутри задвижка типа гермоклапана. Хотя нет, для гермоклапана как-то слабовато. И что, сам прикол, можно еще вручную покрутить. А я люблю вручную крутить что-нибудь. Так, ну что, попробуем. Пиллер. Фирма Пиллер. Так. Ну, видимо, отключили из-за того, что всякие дебилы постоянно крутят, типа, меня. Ну, ладно. Поэтому можно так. Я-то надеялся, что я сейчас бицуху покачаю. какой им... Шкачать. Вот как я сюда попадал? Сам не понимаю. Дурак, гляд. Так, а это? Вообще, я чувствовал, что солярой пахнет. Пойдем. Пошукаем. Щитки еще старые. Селфа эндкопинг шведен. Шведский, что ли? 360, 125, 500 вольт. 60 ампер. Блин, телефончики мне эти вообще радуют. Они... Мор. Так, мы сейчас, надеюсь, не обратно возвращаемся. Унтергесхоз. Ну, это, видимо, подземный этаж. Так. Сорваса, это бойлерная. Опять посидеть. Туалеты. Аккумуляторная. Так, а мы находимся сейчас во внутреннем кольце. То есть, мне нам сейчас нужно во внешнее выйти. Так, лестница у нас здесь получается. А, нет. Нам сейчас нужно вот здесь вот. И сейчас куда-нибудь подойдем. А подойдем мы вот, собственно говоря, к сердцу этого всего. Кстати, туалеты располагаются на каждом этаже, считай. Вот. Собственно говоря, про сердце самого, энергетическое сердце, как я обычно называю, посещая такие места. Дизель собственной персоной. Причем, обратите внимание, вухлопнуха, так понимаю, или, не, вухлопнуха вот. В общем, все просто в свежем состоянии, все откапиталено. Я не удивлюсь, если я сейчас заведу дизель, и он заведется. Но я не буду этим заморачиваться, иначе сейчас приедут немецкие полицаи и скажут нам вообще а-та-та-та. Масленочка. Очень приятная масленочка, обратите внимание. Она реально очень классная. Ну, если я думаю, что сюда нажать, то как раз маслице и потечет. Не буду здесь погонить полы, но она такая аутентичная, как я люблю говорить. Обратите внимание, дальше что? Распределительное устройство. Местное распределительное устройство. Сейчас у нас находится во включенном положении. И снова погасим наши фонари. И обратим внимание на то, что горят лампы подсветки. Соответственно, индикаторы фаз. То бишь, три фазы здесь присутствуют. Потребление тока ноль. Был бы вольтметр. Вот на вольтметре... А, вот смотрите, давайте посмотрим, что у нас по вольтметру. 400... Сколько у нас там? 410 вольт фаза. Причем фаза так необычно обозванная. ТР, СТ, РС. Дай-ка вот так погашу. Так, а теперь фазное напряжение 240 вольт, 235, 235. Линейное 410. Фазное, соответственно, 240 где-то в среднем. Ну вот. Как всегда, вольтметр оставляем в среднем положении, чтобы на нем не было напряжения. Мало ли, там цепи пробьются и будет очень грустно. Так, что у нас здесь находится? Дизель... А, ну это, скорее всего, топливопроводы, что ли? Сейчас надо понять вообще. Кстати, для запуска дизеля вон находится аккумулятор, видимо, как раз, который крутит непосредственно стартер. и стоп, у нас на дизеле должен сидеть непосредственно генератор. Вот этот генератор как раз он и есть. Посмотрим, что у нас тут. Он счету будет... Так, киловатт, 48 киловатт, КВА, 60 КВА, так, киловольтампер, ампераж 87, вольт 400. То есть, генерирует он 400 вольт. Вот это вот генератор. Бёрсты на... Ну, это, видимо, какой-то предупреждающий табличка. Очень непривычно, конечно. Ну, как сказать, очень непривычно. Я уже, в принципе, изучал немецкие объекты, но все равно, как бы, немецкие это не мое немножечко. Так, давление от 0 до 16. Ну, и по идее... Так, это что-то новенькое, видимо, управление дизелем сделали более современное. Вот, но, блин, можно запускать. Офигеть, просто офигеть. Вот, а это, я так понимаю, воздушный фильтр. Люфт-фильтр. Люфт-это воздух, да? Ну, или что-то как-то с этим связано. и фильтр, соответственно, фильтрация воздуха. Так, удаление выхлопных газов идет туда. Сделан такой тоже сильфонный компенсатор. Я даже не знаю, как правильно сказать. то есть, труба относительно неподвижна, а двигатель, дизель, он, естественно, у него есть какие-то вибрации во время работы. Ну, и, соответственно, чтобы это все дело не выламывало стены и трубы и так далее. Здесь сделано гибкое такое соединение. Собственно говоря, вот здесь сделано гибкое соединение и вот здесь сделано гибкое соединение ровно вот по этой причине. Вот. А воздух таки забирается отсюда. Ну, вот. Потому что воздушные фильтры, то есть, воздух уходит сюда. Вот. А что здесь располагается? То ли его охлаждение, то ли еще что-то. Давайте посмотрим. Ну, судя по всему, это вода, это направление ее движения, температура. Да, наверное, вода для охлаждения дизеля. Так что так вот. Ну, по красоте. Ну, и, конечно, старая инструкция по тому, как, видимо, его запускать или эксплуатировать. Вот. А это, соответственно, баки уже с топливом, с маслом. Стандартные баки, в принципе. И вот у нас как раз идут топливо и маслопроводы, по идее, должны идти. Рядом находится еще один щиток. Напряжение у нас здесь по нулям. Переключать я здесь ничего не буду. Это, я так понимаю, вообще питание от батарей. Annoak Aus, Annoak Mitte. Очень знакомая. Батареи. Батареи. Давайте по батарее. Вот. Тут, в принципе, даже не надо знать немецкого языка. Можно обладать какими-то простейшими понятиями логики. аккумуляторы. Аккумуляторы. Просто пройди и покажи. Аккумуляторы. Наверняка в те времена они стояли несколько другого типа, открытого типа. Но как бы... И ладно. Нас сейчас это не так сильно волнует. И установка, которая, скорее всего, забирает воздух и гонит его сюда. Причем здесь наверняка тоже находится фильтраш, чтобы всякие птицы, бабочки радиоактивно зараженные не попали в это само помещение. Вот здесь, по идее, конечно, как-то это все должно герметизироваться, потому что воздух забирается, здесь создается разрежение. Наверное, тоже должно герметизироваться. И, скорее всего, здесь тоже какая-нибудь дверка плотная стояла. Ну, впрочем, собственно говоря, вот и все. Такой вот он объектик, он довольно-таки небольшой. То есть, в последнее, конечно, время я часто посещал какие-то эпичнейшие объекты, на которых находился часами, поход, которым занимал дни и так далее. Хотя и до этого объекта проехал не одну тысячу километров. Но, тем не менее. В общем, у бункер бомбоубежище целое, целейшее. Я такого вообще, конечно, не видел в своей жизни, причем именно немецкое. Нет, я, конечно, видел целое бомбоубежище, относительно неразграбленное на территории завода Зил, на бывшей территории уже сейчас. Но так, чтобы вот в Германии, в Гамбурге, мне это, конечно, нереально понравилось. Поэтому, что я могу сказать? Просто супер. Я надеюсь, что вам тоже понравилось. Понравились фотографии, которые сделал Игорь. И за всем, я думаю, что можно попрощаться, потому что вообще, по идее, нам нужно отсюда сваливать. И иначе приедут мужчины и скажут нам о тататке. И вообще, это 2017 год. Как это ни странно, в общем, я решил выложить это видео, скажем так, показав, что я жив цел, а то какие-то комментарии странные идут, что, блин, МШ, наверное, посадили, его больше нету. Да, я путешествую по Европе, потому что мне нравится, у меня сейчас поездка большая по объектам Третьего Рейха, и я поеду сейчас дальше исследовать, но видео об этих объектах вы увидите еще, к сожалению, не скоро, потому что, к сожалению, монтаж требует большого времени. так что до следующих роликов 2015 года. Я с вами прощаюсь, с вами был МШ, неустановленное лицо в качестве оператора, и ребята, которые там ходят, я их практически не светил, потому как у нас как бы сейчас очень мало времени. Фонарик, блин, не подвел, так что спасибо ему. Если кому что понравится, ссылку на фонарь найдете в описании к этому видео. Все, я исчезаю. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok